Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Ума, 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 ума Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Кухня для друзей Место, где мы с нашими гостями готовим что-нибудь вкусное и интересное И, конечно же, беседуем о жизни, увлечениях и многом-многом другом В современном мире быть человеком активным модно Но как же угнаться за этой модой? Ведь нужно быть успешным в карьере, семье, посещать культурные и светские мероприятия Вести здоровый образ жизни Нашей героине удается буквально все Это представитель фонда региональных социальных программ «Наше будущее» в городе Архангельске Очаровательная Светлана Бузова Что ж, давайте узнаем ее кулинарный рецепт успеха! Светлана, здравствуйте! Здравствуйте! Рассказывайте, что мы сегодня на нашей кухне будем готовить? Ну, во-первых, мы будем готовить салат из кальмаров Я считаю, что каждая жительница Русского Севера должна уметь готовить какое-то блюдо из кальмаров Потому что у нас они здесь свеженькие, вкусненькие И блюда получаются удивительно вкусными И, кроме того, это же очень полезное, питательное блюдо И поэтому вариантов из него множество И сегодня я покажу только один из этих вариантов А что еще? Вот я вижу, у нас здесь что-то, ингредиенты теста, да? Да, действительно, это выпечка Я предлагаю сегодня научиться печь печенье Творожное печенье Это блюдо татарской кухни, называется «Эч-пачмак» Я специально поинтересовалась, почему Оказывается, в татарской кухне всю выпечку треугольной кухни Называют вот таким интересным словом «Эч-пачмак» Ну что ж, давайте начинать Рассказывайте о последовательности, с чего мы с вами стартуем Что вам для начала нужно? Мисочку для теста И соединяем масло 200 граммов Отлично Масло И смешиваем масло Ну, конечно, немножко помягче, хотелось бы, чтобы было Попробуем сделать то, что... А вообще, откуда у вас, вот, в вашей копилке этот рецепт татарского печенья? Вы увлекаетесь вот именно восточной кухней? Нет, я увлекаюсь кухней вообще Особенно в детстве, где-то вот еще, наверное, в средних классах В классе в шестом-седьмом Мне стало очень интересно готовить И я начала собирать коллекцию рецептов И у меня на сегодняшний день более тысячи У меня такая есть картотека Как в библиотеке, да? В библиотеке, да В алфавитном порядке Ну, не в алфавитном, но, например, там отдельно у меня салаты Отдельно супы, отдельно блюда, допустим, с творогом Отдельно выпечка, отдельно различные консервации То есть мне это было очень интересно А сколько в этой картотеке уже накопилось рецептов? Ну, вот я точно не считала Но я думаю, что больше тысячи Потому что, ну, такая большая у меня картотека Вручную изготовленная практически А что больше всего любите готовить? Что больше всего предпочитает семья Пробовать, скажем так, из ваших рук? Ну, моя страсть к готовке привела в один прекрасный момент к тому Что все стали взрослыми и стали следить за весом Меня просто догнали из кухни Сказали, мама, прекрати печь То есть все-таки налегали на выпечку? Наверное, да Вот поэтому я сейчас в большей степени готовлю для гостей, наверное, даже Или на какие-то такие праздничные дни Я делаю какие-то салатики, допустим, необычные Или занимаюсь выпечкой А такие серьезные блюда из мяса, из рыбы Это, конечно, прерогатива моего мужа Он там бог делает какие-то совершенно невероятные блюда из рыбы Я очень это люблю Поэтому То есть отдаете шефство все-таки мужу на кухне? В какой-то степени? Я считаю, что да То есть я так, для баловства что-то такое интересненькое, веселое приготовить А какие-то глобальные важные блюда, конечно, это он А помните, как этот рецепт оказался у вас в копилке? Когда это было? Или это настолько уже давних времен? Вообще, это один из самых старых рецептов моей коллекции И чаще всего, ну вот я, поскольку такой исследователь по натуре Я чаще всего попробую какой-то рецепт и второй раз делаю его, если он мне очень понравился И вот этот рецепт этого печенья, как раз тот вариант, когда я его попробовала И мне настолько понравилось это печенье, что я его уже много-много лет готовлю И считаю на сегодня это своим таким коронным блюдом Да, моей визитной карточкой Хорошо, сейчас Итак, мы перемешали, да, творог с маслом И сейчас нам нужно примерно пол чайной ложечки соды Давайте вот так, на мисочке, помоги мне, пожалуйста, Яна Да, давайте Надо погасить это вот уксусом Ага, давайте Сколько уксуса нам мы наливаем? На глаз? Совсем немного, чтобы у нас только погасла сода Ага Вот и прошел процесс Да Собственно, да Из уроков химии, которые мы помним Лишний уксус можно брать И вот эти соды добавляем в массу перемешанную Так И еще раз это все смешиваем Для того, чтобы наши печенья были более воздушными А вообще долго это печенье готовится? Нет, оно готовится очень быстро Особенно, когда масло мягкое, то это очень быстро перемешивается все Сейчас мы добавим сюда муку И, собственно говоря Сколько нам понадобится муки? Давайте вот Это у нас 400 грамм, да? Да Которые приготовлены Половину можно смело класть Так Ну, мы опять-таки, как профессиональные хозяйки, делаем на глаз Да Как в любой домашней кухне это происходит? Вообще, на самом деле, от количества теста зависит то, какое печенье у нас в итоге получится Если мы тесто положим чуть меньше, оно будет более мягким, нежным Вроде бы половина И больше напоминать сырнички, наверное, даже, да? Такие мягкие Если мы положим чуть больше муки, то у нас получится Более плотная консистенция? Больше плотная консистенция и больше похоже на такие прянички творожные А что больше любите, все-таки сырнички или прянички? Я больше люблю прянички Я больше люблю прянички, поэтому делаю тесто такой консистенции, чтобы оно было достаточно плотным Но чтобы не крошилось, чтобы оно все-таки было таким, как пластилин Потому что это печенье хорошо еще очень тем, что можно привлекать маленьких помощников И когда моя дочь была маленькая, вот мы с большим удовольствием с ней вместе делали это печенье Такая традиция в семье у вас осталась? Делать вдвоем с дочкой? Ну, к сожалению, сейчас дочь живет далеко от меня, поэтому мы с ней видимся редко, еще реже вместе готовим Ну, получается, когда видитесь? Есть вот такое, у нее кулинарная жилка передалась? Пока нет, я думаю, что все еще впереди Я думаю, что да Ну вот мы заговорили о путешествиях как раз, куда больше всего любите ездить с семьей, выезжать? Я так понимаю, что все-таки путешествуете в гости к дочери? Ну, сейчас, да, чаще всего мы ездим в гости к дочери Поэтому такое ограниченное количество мест, которые мы посещаем, да Но мы, конечно, еще очень любим ездить на нашу малую родину, в Мяндому Там живет моя мама с моим папой, мой брат И мы, когда есть такая возможность, туда обязательно выезжаем Потому что живут они в чудесном месте, окруженном сосновым бором И мы с большим удовольствием ходим в лес, гуляем, там озера прекрасные То есть вот такое притяжение северной природы Пикники, палатки, все-таки, да? Оно на нас действует Ну, палатки, наверное, нет, но пикники, да, да, да Я знаю, что вы человек очень активный И даже участвовали в качестве волонтера на Олимпиаде в Сочи Вот как вам эти впечатления вообще? Не как зрителю даже, а как непосредственному участнику тех событий? Вы знаете, чем дальше по времени уходит Олимпиада в Сочи Тем более какие-то светлые воспоминания у меня остаются Остаются Восхождаются, да Потому что вот самое, наверное, яркое чувство, которое у меня осталось от Олимпиады Это ощущение всемирной любви Вот с такой теплотой, вниманием люди друг к другу относились Все хотели сказать какие-то теплые слова, слова поддержки Все хотели сделать что-то доброе друг для друга И вот это ощущение какой-то вообще Единения Единения, желание помочь, желание дружить, не знаю Вот такое, я назвала это словом «всемирная любовь» Вот именно такое ощущение у меня осталось И, конечно, это здорово, что со мной это случилось И очень бы хотелось когда-нибудь еще оказаться Снова в такой атмосфере Да, это здорово Итак, что у нас с вами здесь получилось? Мы добавили 200 грамм, 250 даже, да, я бы сказала, грамм муки? Ну вот все очень индивидуально, все зависит, видимо, от творога, который мы используем От жирности Да, да, я, честно говоря, боюсь добавлять еще муки, потому что у нас может не получиться По консистенции нас устраивает, да, плотная? Да Отлично По консистенции нас все устраивает Что мы делаем теперь? И вот сейчас начинается самое интересное, то, что обожают все дети Потому что это прям как в детском саду Отлично, давайте пробовать На занятиях по лепке Давайте вот так поставим То есть как в детском садике Мы берем Сколько берем? Большой? Примерно, чтобы у нас получился шарик с грецкий орех Да? И катаем Да, катаем его по всем правилам Получается у нас такой шарик Потом мы делаем из него лепешечку Вспоминаем детство, дорогие друзья Да, половинку лепешечки А она сколько должна быть толщиной? Где-то примерно сантиметра? Не очень толстая, да, средняя Ну и не очень тонкая Потому что мы же еще ее с вами Так, на ваш взгляд, как у меня получилось? Отличная вообще Красота просто Так, мы добавляем сахар Половину лепешечки Половину лепешечки обмакиваем в сахар И второй половины лепешечки закрываем Вот такая у нас получается штучка А противень у нас готов уже? Да, да Вот это, да? Да Отлично Потом половинку половинки обмакиваем в сахар То есть четвертинку? Да И тоже заворачиваем его Сахар заворачиваем? Да, вот такой у нас треугольничек Эчпачмак должен получиться Потом верхнюю часть печенья мы снова обмакиваем в сахар Смешанный с ванилином, да? Можно и с корицей, и с чем угодно Можно просто сахар И выкладываем на противень Я бы назвала это сладкие треугольники Если бы русское название давать Я хочу сказать о том, что мне все-таки очень нравится слово эчпачмак Потому что когда с ребенком на кухне играешь Лепишь когда вот эти замечательные печенюшки То можно еще и приговаривать, да? Как, смотрите, вот сделал лепешечку Первый раз Эчпачмак Дорогие мамы, запоминайте Дети же любят всякие такие Треговорки, игрушки Я думаю, что это было бы очень так интересно Повторяем Эч? Нет Это вот три раза макнуть нужно Ага Пок Мач? Угу Мак Да Все, макаем Отлично Слана, а расскажите, пожалуйста Вот вы представитель фонда Регионального социальных программ Наше будущее Как так получилось? И почему выбрали именно это направление? Ну, точнее, я региональный представитель Да, да Фонда региональных социальных программ Наше будущее Потому что это фонд очень большой, серьезный Он работает на территории всей Российской Федерации И на территории Архангельской области тоже Это фонд, который создан Вагитом Олег Первым Создан именно, создан как некоммерческая организация Именно главной миссией Это пропаганда идей социального предпринимательства А насколько вообще для Архангельска актуальна эта идея Социальное предпринимательство? Вот, на самом деле, я считаю, что идея социального предпринимательства Очень актуальна для Архангельской области Потому что у нас Среди субъектов малого-среднего бизнеса Действующих сегодня в регионе Большинство это индивидуальные предприниматели То есть люди, которые очень близки к народу Которые решают актуальные проблемы Которые создают рабочие места для себя И для людей окружающих Это первое Во-вторых, у нас достаточно большое количество Социально ориентированных некоммерческих организаций Где-то, по-моему, порядка 500 Даже больше И они Вот этот сектор у нас тоже развит И много социальных Большой опыт реализации социальных проектов в регионе А социальное предпринимательство и социальные проекты Это довольно близкие вещи Я об этом могу чуть подробнее рассказать Вот И еще у нас в регионе Самое большое количество в Российской Федерации Территориальных органов самоуправления Так называемых ТОСов Которые тоже, на мой взгляд Потенциальные социальные предприниматели Потому что они, да, в первую очередь Решают проблемы местного уровня А социальное предпринимательство Или социальный бизнес Это вообще возможность решения социальной проблемы С помощью инструментов бизнеса То есть, если социальный проект Он, как правило, зависит от спонсора Зависит от гранта То есть, есть поддержка Есть социальный проект Нет поддержки, нет социального проекта или, по крайней мере, он испытывает большие трудности в реализации. Социальный бизнес – это когда для решения той или иной социальной проблемы или для смягчения ее работает бизнес-схема. И все-таки вот эта схема, она менее зависима от внешних факторов, и решение социальной проблемы в большей степени в руках самого предпринимателя. Но все-таки социальный бизнес, социальное предпринимательство – это ведь малый бизнес в основном? Да, в основном да. И в каких сферах могут себя предприниматели, которые, скажем так, хотят помочь населению реализовать? Это строительство, это благотворительность или что это? Ну вот такого прямо жесткого определения социального бизнеса сегодня в России не существует, поэтому фонд «Наше будущее» говорит, что если предприниматель обосновал, что есть такая социальная проблема, и бизнес-идея, предложенная им, действительно способствует его решению, то тогда он может себя считать социальным предпринимателем. Ну, например, строительство частного детского сада там, где он требуется. Строительство или создание? Создание. Я думаю, создание частного детского сада там, где он требуется. Действительно, такая очень актуальная сегодня тема, когда особенно молодые люди испытывают трудности в устройстве своего ребенка в детское дошкольное учреждение, государственное, особенно в возрасте с года до трех лет, то в этой ситуации на помощь пришел бизнес. И, например, в Архангельской области тоже достаточно большое количество частных детских садов или центров дневного время пребывания детей, или центров развития, они могут называться по-разному, но все они оказывают содействие молодым родителям в присмотре, уходе, развитии детей дошкольного возраста. Вообще много у вас обращений, скажем так, предпринимателей за определенной помощью к фонду? Ну, фонд оказывает на самом деле разную помощь. Это информационная помощь, потому что многим социальным предпринимателям просто не хватает информации о том, что, как это происходит, какие вообще идеи существуют среди социальных предпринимателей России и мира. И фондом создано несколько очень серьезных сайтов, на которых сконцентрирована информация о социальных предпринимателях в России и в мире. То есть первая помощь это информационная? Информационная, безусловно. И я чем больше общаюсь с социальными предпринимателями, тем больше понимаю, что это действительно очень существенная помощь социальному бизнесу. А еще чем можете помочь? Затем образовательные программы. То есть фондом создана лаборатория социального бизнеса, которая реализует различные образовательные программы, используя, конечно же, вопросы и интересы самих предпринимателей. Дорогие друзья, вот так вот можно быть социальным предпринимателем. А пока мы разговаривали, собственно, о социальном предпринимательстве в Архангельске, у нас тесто-то и кончилось. Вот наш последний H-Pouch Mac. Да. И сейчас мы отправляем наши замечательные треугольнички в духовку, правильно? Да. Сколько нам потребуется времени для того, чтобы они приготовились? Ну вот поскольку консистенция разная, то нужно все равно приглядывать за этим печеньем, такого четкого времени нет. Но, как правило, это 15-20 минут, не больше. А температурный режим как стандартная выпечка? Да, стандартная выпечка. Ориентировочно 200 градусов. Ну что ж, дорогие друзья, мы отправляем наши замечательные треугольнички в духовку и ждем, пока они подрумянятся. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Дорогие друзья, следующий наш рецепт – это салат. Салат с кальмарами. Рассказывайте, почему именно северные женщины должны его любить и знать? Знаете, как-то я раньше в подростковом возрасте пробовала больше консервированные кальмары, и они меня совершенно не впечатляли. Но когда я переехала жить в Архангельск и попробовала настоящие, такие свеженькие кальмарчики наши, то, конечно же, я стала их яростной поклонницей. И я сейчас стараюсь на каждый праздник готовить блюда с использованием кальмаров. Что мы с ними делаем? Рассказывайте. Мы сегодня готовим салат из кальмаров. На самом деле вариантов миллион, но вот я как-то попробовала всякие разные варианты, остановилась на этом, который, казалось бы, очень простой. Но вот это сочетание кальмаров, яблок и кедровых орешков, мне понравилось больше всего, потому что такая изысканная стрелевкость какая-то в этом есть. Разные вкусы ощущаются, да? Да, я использую это именно как салат-коктейль для того, чтобы разбудить вкусовые ощущения гостей. Надеюсь, что мы сегодня сможем это сделать. Что ж, давайте начинать. С чего мы начинаем приготовление? Вначале мы нарезаем наши кальмары. Давайте мы как-то поставим блюдо. Да, вот сюда на серединку можно. А это сюда давайте будем вместе дружно резать. Кальмары у нас очень небольшие, чудесные, поэтому я предлагаю нарезать их тоненькими колечками. Я за вами уже буду повторять. Светлана, а вы как вот заправская хозяйка, были ли случаи такие, что вы пробовали определенный рецепт и дальше экспериментировали уже, скажем так, с составом? То есть что-то добавляли свое, собственное, искали какие-то новые вкусовые ощущения? Ну вот как раз этот салат, который я сегодня предлагаю попробовать хозяйкам, он может быть совершенно разным. То есть можно добавить туда вареные яйца, он будет более сытным. Мягким. Можно добавить лук, он будет более острым. То есть вариантов очень большое количество. Мы нарезали кольцами, и что с ними делаем далее? Вкладываем наши колечки в мисочку. Мы должны порезать с собой все кальмары. А вообще у вас в семье что больше всего любят? Морепродукты или мясные блюда? Ну, нас все любят морепродукты. Дочь у меня убежденная вегетарианка уже несколько лет. Она вообще практически кушает только рыбу и разнообразные морепродукты. Поэтому мы все умеем и любим их готовить. А есть какой-то любимый, вот скажем так, помимо салата, уже рецепт горячего блюда? То есть это наша северная рыбка или может быть заморская? Ну, я люблю вообще всю нашу северную рыбу. Абсолютно всю, без исключения. Прекрасную и белую. Да, и красную, и белую. В общем, рыбу люблю абсолютно всякую разную. Потому что у меня свекр Лешуковский был. И вот он был такой заядлый рыбак, что попробовала я абсолютно все, наверное. Все, что ловится в наших северных озерах и даже в море. Вот вспомнила как раз название той диковинной рыбки, которой меня угощал тоже мой свекр Минога. Точно. Когда она свежая, она тоже потрясающе совершенно на вкус, необычная. И, к сожалению, она очень-очень редкая. И ее практически не увидишь ни на рынке, ни в магазинах. Но вот мне довелось попробовать Миногу, приготовленную по таким старинным поморским рецептам. Это было, конечно, чудесно. Дальше мы нарезали калимары, и дальше мы режем наши яблочки. Да, режем яблочки. Обязательно ли они должны быть зелеными? Они должны быть зелеными, потому что у зеленых яблок все-таки вот такой вкус, который позволяет их использовать в несладких салатах. Добавляют кислинки. Добавляют кислинки, да. Мы говорим сейчас о несладких все-таки зеленых яблоках. Ума моя, ума моя, ума моя, ума моя. Ну вот возвращаясь все-таки к вашей работе, да, такой, скажем, острой теме для Архангельска, да, как социальное предпринимательство и вообще поддержка предпринимательства. Насколько у нас в области вот наших замечательных бизнесменов малый бизнес поддерживают? Есть ли какие-то гранты, может быть, которые, в которых предприниматели принимают участие? Ну, поддержка малого бизнеса – это отдельная большая тема. Я давайте все-таки больше про социальный бизнес буду говорить. И поскольку тема такая сейчас очень действительно стала интересная и актуальная для многих, о ней много говорится. В Архангельской области тоже есть государственная поддержка социальных предпринимателей. Архангельская область – вообще первый регион в Российской Федерации, которая приняла концепцию развития социального предпринимательства до 2020 года. То есть с нас все будут брать пример? С нас все берут уже пример, да, это было в 2014 году, поэтому с нас уже целых два года в этом плане все берут пример. Вот, и в 2014 же году был первый грантовый конкурс для социальных предпринимателей, и 10 социальных предпринимателей получили субсидию в размере до 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов социально значимого бизнеса. Есть уже какие-то результаты поддержки для предпринимателей? Уже вот, скажем так, видно, что они уже сделали? Вот, очень хороший вопрос, очень правильный. Действительно, результаты должны быть видимыми, должны быть показаны людям, и поэтому 19 ноября мы проводим первый слет социальных предпринимателей Архангельской области, на котором мы хотим показать как раз, что сегодня есть в Архангельской области, какие интересные проекты реализуются, ну и, как говорится, себя показать и других посмотреть, потому что… Я очень мечтаю, что на этот слет социальных предпринимателей приедут социальные предприниматели из других регионов и расскажут о своих проектах тоже. Так, нам сейчас, Яночка, нужно, чтобы яблочки у нас получились палочками, да? Ага. Поэтому вот мы режем такими небольшими половинками. А если говорить вот все-таки снова, да, о социальном этом самом предпринимательстве, много ли обращений, ну, скажем так, на ваш взгляд, да, городов наших областей, районов с какими-то вот проблемами, которые реализуют не муниципальные органы, а непосредственно предпринимательные места? Ну, вот я не сказала, вернее, рассказала о том, что есть такая государственная поддержка социальных предпринимателей, которую реализует Минэкономразвитие, но есть еще и негосударственная поддержка социальных предпринимателей. И как раз вот фонд «Наше будущее», который я представляю в Архангельской области, он предлагает помимо информационной, образовательной поддержки, еще и финансовую поддержку. Постоянно в течение всего года проводится конкурс, который называется «Социальный предприниматель». И по итогам этого конкурса лучшие проекты социальных предпринимателей могут получить беспроцентные займы от фонда. Если мы говорим о стартапе, то есть о начинающем, о начале бизнеса, то в размере до 500 тысяч рублей сроком до 5 лет. Если мы говорим о действующем бизнесе, то можно претендовать на сумму до 5 миллионов рублей сроком до 5 лет. Если же первый займ благополучно вернул предприниматель фонду, то он может участвовать в конкурсе второй раз и уже претендовать на сумму до 10 миллионов рублей сроком до 7 лет. То есть это достаточно хорошие подспоры для тех, кто только планирует свой бизнес, но боится, скажем так, каких-то рисков, финансовых неудач и так далее. А были прецеденты от Архангельской области подачи заявок и успешного прохождения конкурса? Да, такие примеры есть у нас. У нас поддержаны фондом были три проекта. Первый проект – это Архангельский центр профессиональной реабилитации инвалидов. Это некоммерческая организация, которая реализовала проект «Дело». Это проект, который предполагал создание новых рабочих мест для инвалидов. Проект успешно реализован, и на сегодняшний день они уже вернули займ в полном объеме. И могут претендовать на следующий. Могут претендовать на следующий, совершенно верно. Кроме того, у нас крестьянское фермерское хозяйство из Онежского района, хозяйство «Верес», руководитель которого Ольга Зайцева получила поддержку фонда на модернизацию своего линии молочного производства. Она была признана социальным предпринимателем фондом, потому что ее хозяйство является селообразующим. То есть она дает и рабочие места? Да, мне кажется, что у нас достаточно яблок. Мы можем убрать. Что мы делаем далее? Вот они у нас уже, к сожалению, начали темнеть, потому что... Давайте их реанимировать. Да, давайте мы их немножечко сбрызнем. Красиво как. Дорогие друзья, сок лимона мы добавляем для того, чтобы яблоки остались такими же красивыми, светлыми, свежими, ну и ноткой кислинки появилось бы в салате. Да, да, что тоже немаловажно. Вот сейчас можно... Яночка мне поможет. Можно добавить пару ложечек майонеза. Грецкие орехи мы оставляем на потом, на закуску. Да, кедровые. Да, кедровые, кедровые. Кстати, вот тоже такая идея. Мне очень нравится, как это выглядит по цвету. Можно кедровые орешки заменить зернышками граната. И тогда блюдо заиграет просто яркими цветами, да. Осенними цветами. Так, сколько мы кладем майонеза? Ну, еще надо точно. И еще. Сейчас помешаем и посмотрим, надо еще добавить или нет. Майонеза не должно быть много, но он все-таки должен обволакивать все продукты нашего салатика. Придавать вот такой мягкий вкус соуса. Да. Можно еще одну и все, точно. Хватит за одну. Спасибо. И осталось у нас наши замечательные кедровые орешки и зелень для украшения. Да, вообще этот салат можно подавать как салат-коктейль, то есть укладывать его в широкие красивые стаканчики. Это будет чудесно совершенно смотреться. И сверху украсить его кедровыми орешками и зеленью. И подавать с маленькими десертными вилочками. И это, как я уже говорила, действительно... Буддоражит, расширение. Будет вкусовые ощущения. Так, как мне это сделать? Что ж, что нам необходимо? Подавить соль. Да. Вообще, как бы я соль, конечно, вообще практически не использую дома. Но поскольку мы будем угощать людей, то надо немножко хотя бы нам посолить. Все, замечательно. Очень угадали мы с количеством майонеза, я думаю. Так у нас, да? Больше не нужно. Ни в коем случае. Буквально пару ложек. Дорогие друзья, пока мы готовили наш замечательный салат с кальмарами, прошло буквально 15-20 минут, и печенье, которое томилось в духовке, готово. Прошу к столу. Дорогие друзья, вот такой кулинарный секрет успеха от Светланы Бызовой. Это салат-коктейль с кальмарами, катарская выпечка Эч-Пачмак и, конечно же, хорошая дружественная компания. Встречайтесь чаще и вкуснее на кухне для друзей. До скорого. Пока. Не очень привычно мне, конечно, работать в перчатках. Я немножко смущаюсь. Общаюсь. Ничего в этом страшного нет. Дома. Дома все-таки руками. А сами вы приобщились к рыбалке? То есть вы такая северная рыбачка или все-таки любите больше наблюдать и готовить? Я не рыбачка. Я не рыбачка совсем. Ну, у меня и муж не рыбак, поэтому, может быть, никто меня не приобщил. Может быть, мне бы это и понравилось, но как-то вот так не сложилось. Муж у меня любит пострелять. Единственный надежный способ испортить салат – это положить слишком много на него. Ой, косточки были. Кому-то достанется счастливая ложечка с косточкой лимона. Вот представьте себе, если бы здесь были гранатовые юрнышки вместо кедровых орешков, какой бы это был цвет. На новогодний стол, я думаю, что это была бы блестящая идея. Умамая, 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 умамая.